Поздравляем победителя прошлого конкурса, Бум Бэйби! Она выигрывает приз на свой выбор ценой в 600 алмазов. А чтобы и тебе участвовать, всего-то после просмотра видео убедись, что подписан, поставь лайк, поделись этим видео и напиши комментарий. Я свяжусь с победителем лично в комментах. Мур, привет друг, это Зверько, с новостями по обновлению 1508. Кстати, скоро выйдет обновление на основной сервер. Почему так поздно я выпускаю обнову, думаешь ты? Да потому что в четверг в Екатеринбурге весело топился на машине в лужах. Отчего начали отказывать приборы, дворники и прочее. Но это ничего, по дороге я видел 3-4 авто, где отказал человек, и они вылетели с трассы. Не волнуйся, спасатели-водители не спят. Помощь была оказана, я убедился. Итак, скины. Облик на Кормилу. Иллюзионистка. Выйдет 25 августа и будет стоить 599 алмазов. 1 сентября звездные участники получат скин на Смеральду Клеопатра. Многими любимая ежемесячная рубрика. Замены магазинов фрагментов 26 августа. Премиум облики, которые давно не обновлялись. Уберут Акая летняя вечеринка. Добавят Хаябуса тень пространства. И Хилос хранитель джунглей. Если кто вдруг пропустил 13 сезон. Редкие скины. Уберут Алукарт Викант. Франко Конец свете. Бедная света. Зилонг Восточный воин. Фанни Королевская кавалерия. И Иритель Ночная стрела. Добавят Чу Безбашенный. Сабер Могучий воин. Хотя лично я вижу тут отсылку к джедаям. И перевел бы воин силы. Лейла Девочка зайка. Аврора Червонная королева. Аргус Темный дракон. Геройские фрагменты. Уберут Фашу. Ангелу. Ван Ван. Кармилу. Сесилена. И Боксе. Добавят Эсмеральду. Атласа. Москова. Люнокс. Наталью. И Ланселота. Изменения героев. Тигрил. У него забрали эту кринжовую палку сармана. И вручили ему что? Молот. А как мы все знаем. Молот это одноручное оружие. Да? Первый навык. Тигрил бьет по земле. И отправит вперед ударную волну. В описании сказано, что удар происходит в верной области. Но нам врут. Однако. Чем отличается навык от прошлой версии ударной волны? Анимация дольше. Это да. Но. Если после волны тут же прожать второй навык. То цель получит урон от волны трижды. А? Как вам? Вообще можно замутить теперь такую связку. В кустах заряжаем ульту. Прыгаем к противнику. Кастуем первый. И тут же в том же направлении жмем второй навык. А потом еще и подкидываем. Ультра комбо, да? Мне кажется, хорошее изменение. Напиши в комментариях. Как тебе? Карина. Пассивка. Срезали бонус из прошлого обновления. Теперь пассивка сносит 13% от потерянных хп противника. Но это все равно больше 10%, который сейчас на основном сервере. Наталья. Сокращаем оправдание разрабов. Дескать, мы проанализировали. Да ладно? В общем, ей вернули замедление и молчанку. Забрали обратно прирост хп со 147 на 134. И теперь расчет заряженной атаки из невидимости такой. 350 плюс 90% физической атаки. Больше понтов было, мы проанализировали. Вообще, оптимально было бы увеличить длительность маскировки на 10-15 секунд. Убрать восклицательный знак и сделать нату либо стеклянный эко-хищник, либо прозрачный на 85%. Внимательность заметит, а осторожная ната поймет, когда двигаться или наоборот замереть на месте. Как-то так. Кимми. Базовая атака ранее росла с уровнем с 30% до 39%. Теперь будет расти аж до невероятных 41%. Реворгнутый лапу-лапу. Только не говори, что не видел мой выпуск о его реворке. Сходи посмотри. Пассивка. Теперь он пополняет свою энергию и от автоатак по героям. Второму навыку прикрутили урон без статусов. 100-200 базовой атаки плюс 50% физической атаки. Ульта. Второй навык. Увеличили продолжительность защитного эффекта с 10 до 15 секунд. Сменили защитный эффект. Теперь это 30, 50, 70 физической и магической защиты на время действия. Сменили защитный эффект. Броуди. Все еще подвергается улучшениям. Пассивка. На гигантское время. Увеличили ускорение после крита и замедления. Вот сейчас на экране. Расстояние первого навыка уменьшили с 8 до 7 пунктов. Зря на мой взгляд. Этот навык в лейт игре мешает, как мне кажется, и становится особо не нужен. Но расстояние все еще существенно и пользоваться можно. Зато бонус физической атаки теперь стал сильнее на 30%. 130% в сумме. Прирост урона уменьшили с 33% до 20% за стак. А вот второму навыку накинули эффект. После отскока Броуди получает ускорение бега, как эффект пассивки. В целом, вектор развития Броуди правильный. Если ты смотрел обзор с ним, то я там говорил, как не хватает мобильности. Кстати, недавно вышел ролик, и у меня скорее будет серия таких роликов. Реакция на геймплей. В которых я рассказываю свои ощущения от игры на персонажа. Зайди на канал, он там в отдельном плейлисте. Я вот думаю, какая удобная позиция у Броуди. Он и черный, и гей, кажется. Запрещено хаитить и прикалываться. Но я буду. Бартс. Комментарии разработчика. Мы дали противнику возможность увернуться от проглатывания. И компенсировали Бартсу этот нерв. Пассивка. Бонус к магической и физической защите был 3. Будет 4 за каждый стак. Бонус заряженной атаки. Вместо 100% будет 120%. Первый навык. Физический бонус для второй атаки был 150%. Будет 170%. И сократили перезарядку. 7-5 секунд было. 6-4,5 секунды будет. Ульта. Добавлен эффект. Когда детона захватывает цель, можно использовать джой перемещения или очищение, чтобы вырваться. По факту, вокруг детоны появляется область, из которой цели надо выскочить, выбежать или скинуть очищением. Если чуть замешкался, сначала будет оглушение и потом заглатывание. Вот в этот момент все еще можно прожать очищение. И это весьма правильно для такого лютого контроля. Бенедетта. Первому навыку чуть апнули урон по миньонам. Теперь 50% вместо 40%. Другие изменения. Скорость атаки теперь отображается актуальным числом 10% к 0.10. Однако, фактическая скорость останется как на ценном сервере, если я правильно понял посыл. Навык щит. Теперь щит, который накладывается на союзников, будет иметь лишь 25%. Ну вот и на этом все. У меня тут еще одна идейка появилась по гайдам, но это уже будет через неделю, если все получится. А пока подписывайся на канал, участвуй в конкурсе, удачных боев и это... Дратайте. Какая красивая стена. Субтитры сделал DimaTorzok